всем щербе дорогие друзья не хочу делать очередной формат говорящие руки потому что на обзоре у нас сегодня будет ножичек который я уже показывал подробно и разбирал рассказывал такой вот rockson ну немножечко отличался он здесь у нас накладки из g10 там были просто металлически но в целом это все тот же разборной rockson с их фирменной системой 1 2 ножичек у нас полностью разбирается не так давно летом я на природе его в песке вот так вот поколбасил полностью засорил замусорил механизм потом пошел в речке все это дело промыл и повалялся так вот грязи ну и красиво отполировано смотрите прямо можно как зеркальцем пользоваться здесь все хорошо позовите какое разнообразие в этом картинку вставлю клиночков можно использовать здесь у нас и сериатор и чуть ли не расческа танта варнклиф все что угодно вот такой вот интересный ножичек и чтобы не забивать эфир пустой болтовней и моими кривыми руками на фоне этой болтовни я предлагаю сегодня немножечко им поработать дело в том что прыгнул он у меня на карман решил попользоваться да почему бы нет прикольный ножичек поносить порезать дело в том что мой колстиловский вот этот дабл сейф hunter вы видели обзор да я его отправил на пенсию но мне он вообще не устраивает захотелось какого-то резака единственное что мне не очень нравится у этого ножа это вот обратите внимание когда он закрытом положении у вас вот это отверстие она якобы как мне казалось для того чтобы вы могли одним пальцем ножичек открыть но нет здесь она настолько глубоко спрятана в конструкцию самого ножа что открыть одной рукой его можно только засунув ноготь в это отверстие но тогда получается нужно такие пальцы пианиста знаете просто как спайдерка за спайверхол вы его не откроете поэтому многим это может не понравится имейте в виду ну либо классическое открывание двумя руками можно так вот стряхиванием вот лайнер лог здесь система как я уже говорил два замочка клац-клац полностью разбирается на три части мне нравится количество полированных поверхностей вот все прям тут фасочками здесь на то нету каких-то таких неаккуратных вещей вот китайцы в этом плане конечно молодцы клиночек ну немножечко не по центру совсем чуть-чуть можно наверное подтянуть осевой винт и все придет в норму потому что если руками прижимаю то он становится туда куда нужно не знаю видно это или нет вроде бы видно сталька здесь на клиночке у нас 8 chrome 13 молибден ванадий и 420 все остальное лайнера клипса клипса мягкая и удобная хочется потестировать вот эту стальку до 8 chrome 13 молибден ванадий сведен ножичек довольно тонко заводская заточка хорошая вот смотрите да прям шинкует но это я его уже немножко им попользоваться былся и немножко поправил дело в том что на работе часто приходится резать какие-то картонные коробки вот вот такого плана и ножик довольно быстро садится поэтому мне хочется просто построгать картонную коробочку ну заодно можно пообщаться с вами я может надо было начинать со строгания коробочки заодно показывать но друзья целом если вот не брать во внимание вот этот вот небольшой эргономический то ли просчет то ли что-то нас тем что я не могу его спокойно открыть одним пальцем ножичек мне всем остальном нравится и задумывается он разработчиками и проектировщиками конструкторами как ножичек больше рабочий как у колсила есть вот этот клик-н-кат да позиционируется как вот нож складского работника который надо что-то такое порезать отрезать он взял клик-н-катнул сразу и порезал нужно что-то другое там тоже раз какой-нибудь клиночек такой формы поддел отрезал подрезал вскрыл это конверт коробку но от картона ножи довольно быстро садятся стоит несколько таких плотных коробочек распустить и потом уже видишь ножичек подсел это казалось бы да там не войлок пока каких-либо но здесь сейчас будет двойная такая даже тройная пока строгает довольно уверенно мы сейчас проверим в итоге вот тем ножом cold steel дабы цейкантер это прям такие усилия нужно было прилагать чтоб нечто подобное сделать такое что там разве что можно было маслицем намазывать почему собственно я его ну или мне кажется или чуть-чуть стало как-то похуже просто картон я здесь вроде нормально даешь не сделаю нечто подобное чувствую себя каким-то шатуном арки мистер аркин дим как она вода уже делал обзор пусть и на вполне рабочий и вполне себе держащий за точку нож привыкешь на всякие мягкие стали раз-два и все картонки немного порезал но уже тупая здесь вроде держится молодцом а если прям так не распуская получится интересно машинковать коробочка неудобно ну как будто вообще с ноля знаете никаких абсолютно для ножа нет вопросов гречка варится у меня главное не запекать то прилипнет и начнет гореть даже чуть-чуть нагрелся клиночек все отлично сейчас мы конечно все таки на бумажке поверим я не вижу хоть какого-либо минимального затупления по ощущениям там вроде на предыдущем поколении попроще сталька стояла или 5-15 то ли что-то такое это ее наверно был смысл как-то использовать и ну-ка 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 вообще абсолютно ничего не случилось друзья а это учитывая еще то что можно эти клиночки менять да если вдруг вы его ну как-то так замнете здесь какие-нибудь сколы появится что еще у меня есть еще такая история не знаю будет ли интересно давайте быстро покромсаем да мне вообще не надо делать салат честно признаюсь это я так пленка колбасы а пленка колбасы оказалась крепким орешком с продавливанием все-таки режет классно на самом деле но чувствуется что знаете такой задумывался не как топор ножик конечно тот еще кулинар себе пять раз по пальцам ох будет сегодня у тимурки ресторанный прям ужин обычно я так просто откусил все запахло запахло то как так обычно я это делаю экуномкой или как это правильно сказать у меня есть вот такая вэсч это викторинокс если у вас ее нет то ребят обязательно себе возьмите картошка просто поет песни когда вы чистите ну кстати и по поводу ножика хочу сказать что чистит он тоже классно или я просто уже знаете соскучился за нормально режущими ножами после толстила ну викторинокс не всегда он то в рюкзаке нож в смысле не овощечистка нож есть но иногда просто спаду его доставать а дабл сейфхантер на кармане его ближе но ты им все время так или иначе пытаешься что порезать и каждый раз страдаешь ну я об этом уже собственно говорил видео про дабл сейфхантер ну тут все без вопросов ребятки нравится мне что делает Роксон их качество их цена их интересные решения в мультитулах в ножах можете зайти на сайт там ссылочка будет в описании и посмотреть сами ну вот такие дела ребятки ну и проткните императорский лайк не зря же я выкину коробку от обуви нашлась и распустил а с вами был еще разок увидимся пакета а я буду мыть нож